Лидовый дворец Лидовый дворец Лидовый дворец Богу, видимо, были даны установки, чтобы пропускали с бэджиками. Так, друзья, сейчас мы поднимемся на второй этаж, где есть немало всего интересного. Почувствуем себя зрителем. А зрители все устремились, естественно, на саму арену, потому что там уже стартовала первая игра, насколько я понимаю. Церемония открытия, вы, наверное, посмотрите ее на отдельном видео, была прекрасна. Я впервые, кстати, на мероприятии, к своему стыду скажу, что впервые посетила мероприятие от Riot и церемония открытия, но это просто нечто. Было здорово, красиво, атмосферно, сказочно. Поэтому на следующий финал я точно, наверное, приеду, чтобы получить заряд этот от киберспортивного действия. Так, вот у нас здесь классный магазинчик, где можно купить очень-очень много всего интересного. Фанаты LOL, наверное, сейчас облизываются и смотрят. И мы еще больше вас раззадорим и зайдем внутрь. Вот здесь очень много фигурок. Знаменитая шляпа. У моей дочки, кстати, есть такая. Мне организаторы как-то презентовали, она ее носила в Санкт-Петербурге, когда мы ездили. Так что приходите, приходите сегодня, еще очень долго будет. Приходите завтра и заходите вот сюда. Особенно те, кому понравилась витрина, кто является поклонником игры. И кому каждая из этих фигурок, из этих игрушек будет очень дорога. Так, ну пойдемте теперь рискнем зайти в место проведения, на сцену, где будет проходить основное мероприятие. Здесь кругом есть кафешки на первом этаже. Кто проголодался, не заскучает, причем на разный вкус. Вот давайте 207 сектор. Заходим. Что нас там ожидает? Сейчас посмотрим. Мы с этого ракурса еще сюда не смотрели, будет любопытно. Отлично. Итак, друзья, вы видите, что у нас здесь все по-спортивному. Огромный экран, стадион, арена. Внизу не лед, иначе киберспортсменам было бы тяжеловато заходить. Кстати, вот идея на следующий ивент. Всякие такие там Роксы, Нави выезжают на коньках и проезжают к месту проведения. Потом, правда, переобуваются и садятся за компьютеры. Но это же ледовая арена, нужно соответствовать. А сегодня здесь был рояль. Было красивое, как это называется, лазерное шоу, я так понимаю. Очень было здорово, очень. Мы хотели сначала сразу идти снимать для вас обзорную экскурсию, а потом задержались, когда увидели, насколько впечатляющая церемония. Вот, собственно, стадион почти заполнен. Скорее всего, через час, через полтора он заполнится. Ну, по крайней мере, процентов на 90. Сейчас пока где-то процентов на 70 заполнился. Гости продолжают пребывать. Многие приезжают сюда из других городов. Кстати, Вероника наша рассказала мне, что Riot организовали специальные автобусы из близлежащих городов, чтобы можно было удобно, комфортабельно добираться до места проведения. Это очень классный шаг от организаторов. Я бы сказала, новаторский такой для киберспорта шаг. Вот, собственно, все, что хотелось бы вам показать. Я бы вас проводила в нашу пресс-зону, но это долго идти, добираться. Кстати, вот отсюда она видна. Нет, не видна. Нет, не видна. Ладно. Зато отсюда видна зона 3.2.2. Интересно, кто там сидит. Для кого эта зона? Для игроков? Или для комментаторов, или для судей? В общем, на этом хочу завершить экскурсию. Здесь здорово, приезжайте, увидимся. У меня, кстати, еще футболка осталась. И панель, тогда я закончу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА